Экономическая задача из единого государственного экзамена по математике. Строительство нового завода стоит 75 миллионов рублей. Затраты на производство x тысяч единиц продукции на таком заводе равны 0,5х2 плюс x плюс 7 миллионов рублей в год. Если продукцию завода продать по цене p тысяч рублей за единицу, то прибыль фирмы в миллионах рублей за один год будет равна разности между доходом и затратами. Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении p строительство завода окупится не более чем через 3 года. По условию прибыль фирмы равна разности между доходом и затратами. А значит обозначим эту прибыль функцией f от x. То есть функция, которая зависит от количества продукции. От количества тысяч единиц продукции. x это количество тысяч единиц продукции. Так вот по условию прибыль f от x будет равна разности между доходом и затратами. Значит она будет равна px минус 0,5x квадрат плюс x плюс 7. Сразу раскроем скобки и приведем подобные слагаемые. Тогда у нас получится минус 0,5x квадрат плюс p минус 1 умножить на x и минус 7. Это и есть прибыль. По условию задачи сказано, что завод будет работать таким образом, чтобы выпускать такое количество продукции, при котором прибыль будет наибольшей. То есть завод будет выпускать такое количество продукции, что прибыль будет наибольшей. Это значит, что значение данной функции должно быть наибольшим. Так как данная функция представляет собой параболу, ветви которой направлены вниз, то наибольшее значение данной параболы будет достигать в вершине. То есть достаточно найти вершину параболы. И это как раз и будет значение переменной x, при котором прибыль, то есть значение данной функции будет максимальной. Ну или можно, если кто-то не заметил, что это парабола, можно просто исследовать данную функцию. То есть найти производную, приравнять ее к нулю и найти точки экстремума, выяснить, что точка, которая получится, единственная точка экстремума, будет являться точкой максимума и найти эту точку максимума. То есть по сути дела задача сводится к нахождению точки максимума для данной функции. Найдем ее. Для этого, ну или по параболе находим тогда вершину по формуле минус b разделить на 2а, либо находим через производную. Ну например через производную найдем. f' от x тогда будет равна. f' от x будет равна. Находим производную. Производная равна 2 умножить на минус 0,5. Это будет минус 1, да еще x в первой степени. Значит будет минус x. Плюс p-1 умножить на x. Это производная равна p-1. То есть получается p-1. Далее, производную нужно приравнять к нулю, чтобы найти точки экстремума. Приравниваем к нулю. Получаем минус x плюс p-1 равно 0. Откуда находим точку максимума. Я уже сказал, почему это точка максимума. Потому что это парабола, у которой ветви вниз. Ну или если кто-то не заметил, сейчас по-другому определим, что это максимум. То есть отсюда получается, что x равен p-1. Покажем, что это точка максимума. Для того, чтобы пояснить, что это именно то, что нам нужно. Возьмем эту точку, покажем на числовой оси. То есть p-1. Если мы сейчас возьмем точку слева, например, число p. Слева это будет p. Так, p-1. Сейчас посмотрим. А нет, p это будет справа. А вот слева это будет p-2. То есть если мы сейчас возьмем, подставим точку p-2. Куда? В производную. Вот эту точку подставим вот сюда. Тогда у нас получится минус p плюс 2. Минус p плюс p взаимно уничтожают друг друга. Остается единица. То есть получается, что производная положительна будет. Если же мы подставим точку справа от p-1. То есть точку p. Куда? Вот сюда в производную. Вместо переменной x. То у нас получится p минус p плюс p взаимно уничтожают друг друга. Остается минус 1. То есть отрицательна. Это значит, что слева от точки p-1. Производная положительна, как мы выяснили. Справа отрицательна. Значит, то, о чем уже было сказано. То есть это будет точка максимума. Слева функция подрастает, справа убывает. Значит, p минус 1 это точка максимума. А это значит, это та точка, которая нам нужна. При которой прибыль будет наибольшей. То есть в точке максимума, если она единственная является, эта точка. А мы видим, что она единственная. Значит, в этой точке значение функции максимально. То есть наибольшее. А это значит, отсюда следует, что x равно p минус 1. Это обязательное условие при решении этой задачи. Далее мы будем рассматривать именно это значение. Теперь попробуем найти значение прибыли в этой точке. То есть найдем эту прибыль f в точке максимума. То есть найдем значение функции вот в этой точке максимума. Это и будет наибольшее значение. Найдем это наибольшее значение прибыли. f в точке p минус 1. Для этого подставим вместо переменной x. То есть вот он x равен p минус 1. Подставим это значение в нашу прибыль. Вот сюда. Тогда у нас получается минус 0,5 умножить на p минус 1 в квадрате. Плюс p минус 1 умножить на p умножить на p минус 1. И минус 7. Откуда у нас получается p минус 1 в квадрате. А здесь минус 0,5 p минус 1 в квадрате. p минус 1 в квадрате можно вынести за скобки. И от единицы вычесть 0,5. То есть в итоге у нас получается 0,5 умножить на p минус 1 в квадрате минус 7. То есть прибыль, наибольшую прибыль в зависимости от цены товара мы нашли. Получилась формула 0,5 п минус 1 в квадрате минус 7. Далее. Теперь нам известно, что завод должен окупиться не более чем за 3 года. Не более чем за 3. Это значит нам дают максимум 3 года. Берем естественно по максимуму. Потому что в этом случае цена будет меньше, чем если бы мы пытались окупить завод за 1 год. Более 3 лет нам взять не разрешается. Поэтому берем по максимуму, то есть берем 3 года. Больше 3 лет взять не можем. А это значит, тогда по условию задачи нам известно, что вот это значение прибыли умножено. Это прибыль за год. Если мы эту прибыль умножим за 3 года, то она должна быть больше либо равна стоимости завода. То есть у нас тогда получается, что по условию задачи 3 умножить на годовую прибыль. Потому что 3 года нам только дают на окупаемость. Значит 3 мы умножаем на прибыль за 1 год. F от P1 от P минус 1. Вот это прибыль за 1 год. Если мы умножим на 3, это будет прибыль за 3 года. Так вот это значение должно быть больше либо равно стоимости завода. 75 миллионов рублей. Ну в миллионах рублей будем все считать. То есть таким образом у нас получается вот это обязательное неравенство для нахождения вот этой вот цены P. Далее разделим, решим его. Разделим обе части на 3. Тогда у нас получается, что F от P минус 1 должно быть больше либо равно 25. Подставляем F от P минус 1. Вот это выражение подставляем то, которое мы нашли. При обязательном условии, чтобы прибыль была максимальной, то F от P минус 1 должно принимать вот такой вид. Таким образом у нас получится, что 0,5 умножить на P минус 1 в квадрате минус 7 больше либо равно 25. Теперь можно умножить, во-первых, на 2 обе части, чтобы вот от этого коэффициента избавиться и перенести все влево. Тогда у нас получится квадратное неравенство вида P минус 1 в квадрате минус 64. Сейчас проверим еще. Так, у нас получается... Да, 64. Почему? Потому что умножаем на 2 будет 50 и здесь 14. Получается минус 64 должно быть больше либо равно 0. Теперь для решения можно разложить левую часть на множители. Вот 64, если мы представим как 8 в квадрате, то у нас тогда в левой части можно записать левую часть по формуле разности квадратов. P минус 1 минус 8 и умножить на P минус 1 плюс 8. По формуле разности квадратов запишем левую часть. Тогда у нас получится P минус 1 минус 8 умножить на P минус 1 плюс 8 больше либо равно 0. Приводим подобные. Получается у нас P минус 9 умножить на P плюс 7 больше либо равно 0. И решаем методом интервалов. Тогда у нас получится... Во-первых, одна точка это минус 7. Следующее значение это 9. Получили 3 интервала. Расставляем знаки. Плюс, минус, плюс. Можно проверить было. Плюс это значение P. Плюс, минус, плюс. Замечаем, что нас устраивает там где больше либо равно 0. Значит нас устраивает от минус до минус 7 и от 9 до плюс бесконечности. Но P это цена. А цена не может быть отрицательной. Поэтому запишем обязательно еще дополнительные условия. То есть возьмем 0 и запишем, что цена должна быть больше 0 строго. То есть нас устраивает только вот этот правый промежуток от 9 до плюс бесконечности. Таким образом у нас получается следующее неравенство. П должно быть больше либо равно 9. От 9 и до бесконечно большого числа. А нам нужно выбрать наименьшее значение. Выбираем из данного промежутка наименьшее значение. Самое маленькое. То есть вот самую левую точку. Это значит число 9. Таким образом P равно 9. Это значит, что в ответ мы должны записать число 9. P равно 9. Задача решена.